Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике компании Гильтек. Сегодня у нас тема нашего влога – это розация. Такое очень неоднозначное заболевание кожи, которое не имеет способов радикального лечения, можно только помочь человеку находиться в длительной ремиссии. Это заболевание, которое нарушает зачастую очень сильно качество жизни пациентов. И для данного заболевания очень важно построить свой образ жизни таким образом, чтобы минимизировать триггеры, которые провоцируют обострение розация. И при данной патологии очень важен в том числе и домашний уход за кожей. Поэтому мы сегодня разберем, что такое розация, какие способы лечения существуют, как ухаживать за кожей на фоне этого лечения и для поддержания ремиссии. Поговорим немножечко даже о каких-то диетических рекомендациях для пациентов с розацией, о дифференциальной диагностике. В общем, попробуем кратенько, но всеобъемлюще охватить данную тему. В первую очередь надо понимать, что розация это ангионевроз, то есть это заболевание, которое повреждает сосуды. При этом сопутствуют всегда иммунные нарушения и сосуды повреждаются в зоне иннервации, в основном тройничного нерва. То есть это лицо, так называемая центрофациальная часть, то есть центральная зона лица. И провоцирует обострение розации и внешние, и внутренние триггеры. То есть, как правило, это какие-то ситуации, которые провоцируют прилив крови к лицу, то есть вызывают такую нейрогенную реакцию, как гиперемия. И данные триггеры провоцируют выработку антимикробных пептидов, главным образом каталицидинов, которые участвуют в иммунном ответе, то есть они находятся, можно сказать, на первой линии защиты нашей кожи от всяких, например, микробных агентов или от полютантов. И таким образом розация всегда начинается с проблем с сосудами, в отличие, например, от акне. Поэтому розацию подразделяют на несколько стадий, то есть розация может быть эритоматозно-телеангектатическая, то есть когда пациенты беспокоят только эритема, покраснение. Частое покраснение приводит к тому, что они становятся стойкими. Сначала они такими транзиторными являются, то есть возникают приливы, когда кожа становится горячей, приливает кровь к лицу, и потом они проходят. Потом вот эти покраснения становятся стойкими, повреждаются сосуды, стенка сосуда становится наиболее хрупкой, и где тонко там рвется, образуется телеангектазия, так называемые сосудистые звездочки. Соответственно, гиперемия уже сопутствует постоянно этому человеку, к сожалению. И вот эта стадия, когда нет еще воспаления, называется эритоматозно-телеангектатическая, то есть есть и эритема, покраснение, и телеангектазия, сосудистые звездочки. Следующая стадия, когда настолько нарушается иммунореактивность, что присоединяются, например, инфекции, условно-патогенная флора, которая живет на коже в норме, например, клещ-демодекс, или кути-бактерия, акне, или другие какие-то микробы, грибковые флоры, например, могут вызывать уже воспалительные явления, и присоединяются папулопостулезные высыпания. Раньше розацию, так и потому розация и называется розовой угри, потому что преобладают вот эти подкожные розовые высыпания, розовые воспалительные элементы, которые могут не вызревать длительное время, и очень болезненные, зачастую крупные и неприятные. Поэтому папулопостулезная стадия – это уже вторая стадия после эритоматозно-телеангектатической. Следующая стадия – это уже совсем когда нарушается структура не только самих сосудов, но и тканей вокруг них, они превращаются в узлы, в клубки эти сосуды, и изменяется рельеф ткани, где, собственно, эти видоизмененные сосуды находятся. Возникает так называемая фима, то есть эритоматозная стадия. Наверное, вы видели фотографии таких вот бугристых носов синюшного цвета, иногда повреждается зона подбородка или ушей, и это называется, например, ренофема, если ткани повреждены в области носа, гнотофема, если подбородок, атофема, если это уши. То есть такие изменения уже подлежат хирургической лазерной коррекции, то есть это уже консервативно не излечить. Дифференцируют обычно диагноз, проводят розации, с акне, например, акне на фоне чувствительной кожи зачастую путают с розацией, с переоральным дерматитом, с мостоцитозом, с туберкулезом кожи даже, с различными серьезными патологиями, с дерматомиазитом, с стероидным дерматитом, когда человек, допустим, бесконтрольно использовал глюкокортикоиды на коже лица и получил так называемую стероидную розацию. Все это очень важно, в первую очередь, при первичной диагностике определить, поэтому никогда с розацией не нужно заниматься самолечением, нужно сразу идти обращаться к специалисту, к дерматологу. Лечение заключается в назначении специфических препаратов, которые либо будут работать с сосудами, либо будут уже регулировать воспалительные проявления и зачастую обладать, например, какими-то арицидным или антибикробным действиями, если присоединилась вот эта патогенная флора или, условно, патогенная стала себя вести как патогенная. Сейчас среди новых схем, которые назначают пациентам, присутствуют и ингибиторы кальциневрина, например, пимикролимус, и гель салантра, то есть действующие существа и вермиктин, это акрицид и противоспалительный препарат, который как раз работает зачастую тогда, когда разбушевался клещ Демодекс и присоединился к общей клинической картине. И, кстати, раньше были мнения, что, например, Демодекс может вызывать розацию, сейчас все-таки все склоняются к тому, что научное сообщество, что это иммунные нарушения и иммунореактивность кожи приводят к тому, что Демодекс начинает вести себя вместо условно-патогенной, как патогенная микрофлора. Также используется, например, азолаиновая кислота, которая обладает и противоспалительными свойствами, и антибактериальными, и предотвращает, например, постоспалительную пигментацию. Также используются, конечно, аппаратные методики, которые часть из них убирает проявления, то есть, например, коагулирует сосуды, это IPL, широкополосный импульсный лазер, это может быть ПДЛ-система, это импульсный лазер на красителях. И также это могут быть физиотерапевтические методики, которые улучшают микроциркуляцию, то есть это может быть микротоковая терапия, это может быть низкоэнергетическая лазерная терапия, то есть НИЛИ, и это может быть, например, ультрафон ФРС сосудоукрепляющих компонентов, например, того же антикуперозного геля, при помощи высокочастотного ультразвука, введение его в глубокие слои кожи. Также иногда, не всегда оценив все риски, взвесив за и против, назначаются при ретематозной стадии бета-блокаторы, такие как прополол или корвидилол, естественно, под тщательным контролем врача, могут быть альфа-дренаогонисты, типа клонидина, использоваться. Ну, то есть это все назначается для того, чтобы улучшить качество жизни пациента, убрав вот эту внезапную ретему, и это все достаточно серьезные препараты, которые обязательно только под назначением врача применяются. Что нам делать с уходом за кожей? В первую очередь надо понимать, что кожа пациентов с розацией очень чувствительна, и на данных людей очень влияет сильно агрессия внешней среды, то есть ее нужно максимально минимизировать по возможности. То есть если это очищение кожи, это у нас очищающий гель, препарат выбора, который содержит кока-глюкозит и очень мягко очищает кожу, не повреждая защитный барьер. Это тоники, например, Keep Calm Toner, который можно использовать, в том числе и орошением, чтобы лишний раз не тереть лицо ватным диском или чем-нибудь там еще, какими-нибудь салфетками. Он содержит цинтеллу и ламинарию, хорошо успокаивает кожу. Если кожа жирная, например, и беспокоит жирный блеск, можно использовать тоник Матирующийся Бабаланс с коламином, который тоже успокаивает и цинком. И самый, конечно, препарат выбора в качестве тоника для кожи с сосудистыми проблемами – это лосьон-концентрат Нео. Особенно, если это уже зрелая кожа, которая страдает от данной патологии. Здесь липосомальный дигидрокверцетин, растительные и другие компоненты, которые обладают сосудоукрепляющим действием. И вот это как раз у нас поверхностное очищение и тонизация. Дальше мы стараемся защищать очень эффективно кожу от солнца. Для этого у нас есть крем-мультипротектор с SPF 50+. Это максимально возможная защита. И он еще имеет текстуру oil-free, поэтому если кожа жирная или комбинированная, она не будет страдать от повышенной жирности и сального блеска. Для того, чтобы кожу успокоить и создать антиоксидантную защиту, можно использовать сыворотки, например, CNG или ProBioskin, как раз когда у нас демодекоз или когда у нас какие-то проблемы с микрофлорой, ProBioskin с проэприбиотиками или, например, гель Демотен с 1% препаратом серы в составе, будет тоже очень хорошо ухаживать, увлажнять, предотвращать распространение вот этой патогенной микрофлоры. Это будет уже такой как бы базовый уход. Также, естественно, если у нас проблемы с сосудами, логично предположить, что мы будем использовать сосудоукрепляющие компоненты в уходе. Поэтому мы можем, например, утром под СПФ использовать сыворотку ProBioskin либо гель Демотен, вечером, например, использовать или антикуперозный гель с сосудоукрепляющими компонентами, там троксирутин, листья красного винограда, кунский каштан, то есть все известные сосудоукрепляющие компоненты в составе. Либо, например, использовать гель для сухой и нормальной кожи Нео, который тоже содержит липосомальный дегидрокверцитин, работающий и как вазопротектор, и как антиоксидант, плюс здесь экстракт арники, постельницы лекарственные, эмали, выгруца. То есть здесь на самом деле целый комплекс сосудоукрепляющих растительных экстрактов, который тоже будет улучшать микроциркуляцию. Что в заключение хочу сказать из важного. Помимо того, что есть розация, которая у нас в области лица, возникает кожа лица, есть еще такой подвид, как офтальморозация, то есть когда повреждена кожа век, херистичный край. И тогда мы можем как раз добавить в уход за кожей противовоспалительные средства, например, блефарагель-2. Это у нас гиалуроновая кислота, сок алоэвера, и тоже препарат серы по аналогии с демотеном. И более, скажем так, активный препарат с точки зрения противовоспалительного антимикробного эффекта – это блефарагель-форте. Там к сере еще добавлен метранидозол в концентрации 0,5%, который работает с микробной флорой и снимает вот это вот активное воспаление. То есть здесь тоже можно обратить внимание на эти препараты из офтальмологической медицинской линейки. И что самое главное, к чему должен быть готов пациент с розацией? К тому, что он будет максимально минимизировать триггеры, которые вызывают вот эту воспалительную реакцию. То есть вот эти приливы, вот этот такой эффект ненарогенного воспаления. Эти триггеры известны всем. То есть это ультрафиолет, это перепады температур из холода в тепло и обратно. Те же самые бани, сауны или, допустим, в зимнее время, когда мы садимся, приходим из теплой квартиры на улицу, где минус 20, и садимся опять в теплую машину, где нам в лицо дует печка. Это очень сильный триггер. Также это, естественно, любые экстрактивные вещества в пище. То есть это те специи или, допустим, алкоголь или какая-то горячая еда, которая вызывает прилив крови к лицу. Также это физические нагрузки, особенно связанные с наклоном головы вниз постоянным, или работа какая-то, которая требует вот этого наклона постоянного. Вот эти триггеры нужно стараться максимально из своей жизни убирать, потому что психоэмоциональное перенапряжение нам очень сложно его контролировать. То есть это надо такое самообладание иметь. А вот такие внешние триггеры мы, в принципе, можем по возможности убрать. Мы не должны агрессивно очищать кожу, мы не должны воздействовать скрабами, какими-то эфирными маслами, ментолы, эвкалипт, камфора, какими-то сильными активными компонентами, которые будут, например, снимать водостойкий макияж. То есть нам лучше все-таки легким макияжем пользоваться, чтобы не было причины использовать какое-то агрессивное умывание. В том числе нам нужно обязательно минимизировать свой уход до максимально необходимых вещей. То есть не экспериментировать с декоративной косметикой, не экспериментировать с различным уходом за кожей, меняя баночки, как перчатки. Здесь все должно быть педантично, четко, длительно, дожидаться накопительного эффекта. И тогда кожа будет нам благодарна, так сказать, за такой подход и будет более спокойно реагировать на вот эти провоцирующие приливы ситуации. Если информация, которую я вам рассказала, была полезна, я буду очень благодарна за ваши лайки и комментарии. Это, во-первых, поможет продвигаться нашему каналу, будет мотивировать нас на запись новых видео, на какие-то интересующие вас темы. И в том числе ваш опыт, возможно, если вы страдаете этой патологией, будет очень полезен тем людям, которые также и страдают, и хотят, так сказать, услышать мнение и опыт своих, как говорится, собратов по несчастью. Я обещала вам рассказать про диетические особенности. Тут на самом деле нет каких-то очень сильных ограничений, как бы ни старались некоторые, скажем так, люди рекомендовать всякие элиминационные диеты. Единственное исследование, которое мне встречалось с довольно-таки четкой доказательной базой, это ограничение в отношении сахара, пшеничной муки и молока цельного. При этом творог и там всякие другие кисломолочные продукты есть можно. Поэтому есть действительно исследование, которое показывает, что у 30% пациентов всего лишь 30, а не 100, которые использовали ограничения по сахару, пшеничной муке и молоку. У них на фоне действующего хорошего лечения или, допустим, в ремиссии улучшалось состояние кожи, но опять-таки у 70% этих людей элиминационные диеты ни к чему не привели. То есть, в принципе, кожа вела себя так же, как и без этих ограничений. Поэтому можно попробовать ограничить себя в этих трех вещах. Но, естественно, не нужно думать, что только ограничение сахара, молока или пшеничной муки может привести к полному выздоровлению от данной тяжелой патологии. Всем спасибо за внимание, пишите комментарии, и я с радостью на них отвечу под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok